Два человека пострадали при взрыве в частном домовладении. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Расширенное совещание в администрации района посвятили вопросам строительства и капитального ремонта. 6 сентября в Лобинске состоялся турнир по спортивным танцам на Кубок глав Лобинского района и городкового поселения. ЧП на улице Жуковского. В частном домовладении произошел взрыв. Двое человек пострадали. По предварительным данным, взорвался бытовой газовый баллон. С подробностями Татьяна Чистова. Взрыв в домовладении по улице Жуковского произошел примерно в два часа дня. Очевидцы рассказывают, что хлопок слышно было на соседних улицах. Ну, рвануло было выше дома, вот это вот пламя. Рванул хороший взрыв. Один, потом второй. И сразу вот эта вот Ира вызвала. И бегом, и скорые. Мы не поняли даже, в чем дело. Ну, поналетели тут и скорые, и пожарные, и МЧС, и все. Взорвался, по предварительным данным, баллонный газ в летней кухне, который находится во дворе. На месте происшествия работали полиция, медики, спасатели, газовики, пожарные. Потушить огонь удалось в течение получаса. Поступило сообщение о возгорании летней кухни. По прибытию к месту вызова было обнаружено горение летней кухни. Как бы в ходе тушения были издания, вытащили два газовых баллона. То есть один получается, вот как мы видим, взорванный уже. А второй мы как бы охладили и вытащили не допустить, чтобы взорвался второй баллон. Кровля была охвачена огнем и внутри помещения абсолютно все было горело. Пока все устанавливается, причина самого возгорания. По данным медработников, пострадавших двое. Женщина 90 лет и ее 62-летний сын. Оба они доставлены в Лобинскую центральную районную больницу. Поступило двое пострадавших из дома с ожогами обширными тел в верхних и нижних конечностях. Отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей. Площадь у мужчины больше 60 процентов. Он в реанимации. У женщины, его матери, женщина 90 лет, площадь где-то около 20 процентов находится в травматологическом отделении. Помощь первая оказана согласно стандартам оказания медицинской помощи. Пациенты проконсультированы в краевой клинической больнице в ожоговом центре. Прогнозы сделать сейчас никак нельзя. Больные стабилизируются. Будет повторная консультация в ожоговом отделении краевой клинической больницы с постановкой вопроса о возможном переводе по стабилизации пациентов к ним. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Исполнению программ и муниципальным контрактам на объектах строительства в Лобинском районе был посвящен разговор на этой неделе в администрации. На эти цели были выделены более 400 миллионов рублей. Часть работ уже выполнена, остальные планируют завершить до конца года. Людмила Никонова продолжит тему. Основной доклад по вопросам капитального ремонта строительства по исполнению программы муниципальных контрактов предоставил Сергей Перевалов. Общий объем финансирования всех строительно-монтажных работ в Лобинском районе, включающий в себя новое строительство, капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы на реке Лоба, ремонт дорог в 2013 году, превышает сумму 400 миллионов рублей. Финансирование капитального ремонта и нового строительства объектов социального значения, таких как школы, детские сады, спортивные учреждения, объекты здравоохранения из краевого, местного, федерального бюджета было выделено денежных средств на сумму более 80 миллионов. На ремонт дорог муниципального значения 12 сельских поселений и дорог, находящихся в ведомстве района, денежных средств на сумму более 54 миллионов рублей. На работы по расчистке русла реки Лоба из различных источников бюджета выделена самая большая сумма из всех направлений, это 230 миллионов рублей. В рамках программы газификации населенных пунктов Краснодарского края на газификацию поселка Розовый и Хутор Сладкий выделено более 30 миллионов рублей. В текущем году в 15 школах были выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на металлопластиковые. Выполнены также работы по капитальному ремонту средней школы в Станице Чемблыкской на сумму более 8 миллионов рублей. Во многих школах выполнены работы по усилению мер пожарной безопасности. В настоящий момент ведется ремонт стопортийного зала и кровли средней школы номер 9. На ремонт объектов управления физкультурой и спорта и средств краевого бюджета выделено 15 миллионов рублей. На ремонт спортшколы единоборств на сумму 5 миллионов рублей. В настоящий момент там ведутся работы. По бассейну ситуация какая. Изначально ввелся разговор о том, что о 20 миллионах, помните еще, когда Иван Александрович Перонко приезжал, мы как и смета была на эту сумму изготовлена, чтобы полного объема выполнить, закрыть эту тему во всех направлениях по бассейну. Но поскольку финансирование в два раза меньше было, сейчас мы общими усилиями управления строительства нашего УКСа и так и так пересматривали, выбирали приоритетные направления и поэтому остановились на теме, что мы закрываем крышу, фасад и систему вентиляции. А внутреннюю отделку уже остается до лучших времен, до появления 2,5-3 миллионов, где-то такая сумма нужна, чтобы сделать подвесной потолок и внутреннюю отделку в самом бассейне. Также ремонтируются объекты здравоохранения. В текущем году выделены средства на строительство двух офисов, врачей общей практики в станице Чемлыкска и Засовска на сумму 17 миллионов рублей. В текущем году на территории Лобинского района ведется расчистка русла лобы в районе Ахметовска, села Гафицкого, станицы Каладжинской и в городе Лобинске. На укрепление дамб выделены 28 миллионов рублей. Из местного бюджета, из сельского, городского и районного затрачено на софинансирование по этому году 3,5 миллиона рублей. Из них львиная доля по городу 2,8 миллиона. Это в дополнение Сергея Михайловича. На ремонт дорог в 2013 году выделено также большое количество денежных средств. Работами по ремонту охвачены 12 поселений района, плюс муниципальные дороги районного значения на сумму 54 миллиона рублей. В настоящий момент в большинстве поселений работы по ремонту дорог выполнены за исключением лучевого поселения, где планируется окончить работу до конца октября. И в Лобинске. 18 миллионов, 6 миллионов освоено. Осталось 12,5 миллионов, которые идут на капитальный ремонт, на перевод дороги из гравийного в асфальтное покрытие, полный комплекс по микрорайону Предгорье. Проводя анализ 9 месяцев текущего года, можно видеть, какие объекты будут выполнены в срок, а каким придется уделять дополнительное внимание, продолжил Сергей Перевалов. Надо отметить, что большинство из вышеперечисленных объектов, либо уже построенные, или отремонтированные, либо будут сданы в срок до конца года, и опасений не вызывают. В планах на 2014 год по дорожной карте строительство нового детского сада в футоре Харьковском на сумму 28 миллионов рублей. Заявка предоставлена в департамент на финансирование в будущем году. Также планируется подача заявки на финансирование строительства группы на 25 мест на территории детского сада номер 7 станицы Засовской. Запланирована также реконструкция здания по детский сад на 110 мест в Лобинске по улице Ватутина. В рамках программы газификации планируется начало строительства газопровода от станицы Каладжинской до села Гафицкое. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания Лоба. В минувшие выходные в Лобинск съехались юные танцоры со всего Южного федерального округа. В городском Доме культуры состоялся турнир по бальным и спортивным танцам. В нашем городе соревнования проводятся во второй раз при поддержке администрации городского поселения и Лобинского района. Побороться за кубки победителей приехали юные танцоры из разных уголков Краснодарского края и соседних регионов. На главный паркет вышло порядка 200 участников. Красивые костюмы, стройные танцоры, завораживающие папа, чарующие звуки музыки создавали атмосферу праздника спортивного танца и вместе с тем усложняли работу жюри, выбрать лучших из лучших. Пары показали свое мастерство в исполнении стандартной программы – медленные венские вальсы, танго, фокстрот и латиноамериканское самбо, румба, ча-ча-ча. Несмотря на холод за окнами, турнир выдался по-настоящему жарким, а оценки заслуженно высокими. Победители разных возрастных групп ждали кубки главы района и главы города Лобинска. Алексей Матыченко лично поздравил всех участников соревнования. Это очень красивое, здоровое, спортивное зрелище и меня очень радует, что наши мальчишки, девчонки все больше и больше этим увлекаются. Это красиво, здорово и здорово. Поэтому я с удовольствием приветствовал сегодня всех участников и очень рад, что их, особенно в предолимпийский год, количество все возрастает. Это надо было видеть, улыбки и как переживали их родители. Поэтому город поддерживал и будет поддерживать такого вида и рода соревнования. Сегодня я вручал кубки в четырех возрастных категориях, порядка 20 кубков, грамот. И пожелал ребятам завоевать европейские паркеты и дойти до мирового уровня, потому что Лобинск должен греметь во всем мире. На достойном уровне исполнили свою программу участники постарше. Многие дуэты бальными танцами занимаются уже несколько лет. Некоторые лобинские спортсмены побывали на соревнованиях даже международного уровня. К этим соревнованиям месяц. Мы думаем, что будем обязательно первыми, будем призерами. Достойные соперники? Достойные. Откуда? Из Армавира, Тимашевска, Краснодара. Соревнования были хорошие. Вообще, кстати, очень много достойных турниров, на тех которых тоже много пар. Также международные соревнования по бально-спортивным танцам. Где бы вам уже удалось в вашей паре побывать? Где бы вы уже были? Мы были везде. Где везде, расскажи? В Болгарии, были в Краснодаре, были в Сочи, были в Анапе, были в Геленджике, были в Новороссийске, были в Майкопе. Много мы турниров посетили и поедем, можно сказать, на днях в Москву. Судейскую команду возглавил вице-президент Союза танцевального спорта Краснодарского края Владимир Штуркин. Соревнования прошли при активной поддержке района и городской администрации. Спортивные танцы поддерживает местная власть. На этих соревнованиях были учреждены кубки главы района. В администрации сегодня понимают то, что не только нужно поддерживать бально-спортивные танцы, но сегодня всем видам спорта уделяется большое внимание. И наш танцевальный клуб «Невадия» входит в состав спортивной школы «Олимп» управления физической культурой и спорта. И вот второй год мы проводим российское первенство по бально-спортивным танцам. Надеемся, что это будет уже традиционно. При поддержке главы района Александра Александровича Садчикова. Работает оргкомитет, который уделяет большое внимание тому, чтобы турнир был организован. Приезжает много судей различного уровня, все дают высокую оценку лобинскому турниру. И нам отрадно, что он набирает популярность и имеется высокая оценка Краевой федерации танцевального спорта. Без призов в этот день не осталась ни одна танцевальная пара. Но все же большая часть клубков по достоинству досталась лобинским танцорам, которые занимаются в танцевально-спортивном клубе «Невадия». Тренер успешно выступающих пар рассказала, сколько времени и сил дети отдают предстоящим соревнованиям. Любые соревнования – это большое испытание для спортсменов, для родителей, для тренера. И эти соревнования были волнительны для наших детей вдвойне, потому что мы были хозяевами турнира, мы принимали у себя гостей. Ребята очень много занимались, очень ждали, что к нам приедут много гостей со всех сторон Краснодарского края. Ну и успешно выступили, некоторые пары выступили довольно успешно, некоторые, конечно, не очень, но впереди новые горизонты, мы будем стараться, будем заниматься. И надеемся, что в следующем году в наш город приедут еще больше спортсменов, наш турнир будет иметь свое продолжение, будет развиваться. Мы благодарны всем тем, кто нас поддержал, кто был рядом с нами, конечно же, родителям и администрации города и района. Но считаем, что турнир состоялся. По крайней мере, все те гости, которые были у нас, говорили много теплых слов в адрес Лобинска, в адрес организаторов турнира. Мы долго готовились, долго шли к этому, все лето провели подготовку. И как-то вышли на паркет, немножко волнение, конечно, волнение, но прибороли его. Да, вот так. Ну и как настроение? Вот сейчас вы уже танцевали. Настроение захватывающее. Очень приятные ощущения, эмоции. Лобинские танцевальные дуэты, по мнению организаторов турнира, показали высокий уровень подготовки. Члены жюри оценили яркие па воспитанников клуба «Невадия» Елены Свеженец и Кирилла Лапина, категории «Юниоры-1», а также Татьяна Тизян и Данила Тупикова. В числе лидеров – Екатерина Голуб и Алексей Бурдакин, категория «Дети». Успешно выступили их одноклубники – Яна Белошова и Никита Онищенко, категория «Молодежь». А сейчас настало время прогноза погоды. С ним нас познакомит Ирина Берекова. Ирина, какую погоду обещают синоптики 10 октября? По прогнозам синоптиков нас ожидает теплая погода без осадков. Подробнее через несколько минут. Это все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.